МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелюстуды и працуя Александр Гамуля. Глядите в этом выпуске. О выниках работы и планах на будущее нашим корреспондентам рассказали на предприемстве Бранск-Сельмаш. Сегодня одно из 12-головных святов православной церкви – Вадохрыша. Своё профессийное свято означали гомельские выратовальники. Зараз об этом и иншим больше подробязно. Героинство суместного предприемства Бранск-Сельмаш огучило выники больше 10-годового супрационерства с акционерным товариством ГомСельмаш и окреслило шляхи дальнейшего взаимодействия. Генеральный директор Валерий Сулейл провел сегодня пресс-конференцию для российских и белорусских журналистов. У Бранску побывал Олег Сентюров. Свою историю Бранск-Сельмаш отличил с 2003 года. Хоть по-сопрадному буйным машинобудовничным предприемством он стал в 2013-м, когда тут начали выраблять сборжа уборочные комбайны. За основу взяли сельскохосподаршую технику ГомСельмаша. С початку российские машины навод и назывались, как белорусские аналоги, «Полесием», а потом россияне додали еще одно слово – «Десна Полеси». Теперь это бренд Бранской области с белорусскими корнями. Белорусскому хорошему слову «Полеси» именно то название, которое бы ассоциировало наш комбайн с Брянской землей, с Брянском. Ну вот пришли к такому мнению, что «Десна» – это будет наиболее такое для всех понятное, знакомое название. Сопростояниество гомельских и брянских машинобудовников оказалось и коррестным для обо двух боков. Под час пресс-конференции генеральный директор Валерий Саулеев, а Гучева и Лишба, сегодня потребность аграрного сектора России у сельскохосподаршей технице складаема 200 тысяч машин. Летость Галина отримала только 5 тысяч комбайнов, а там у рынка еще далек от насыщения. У планах Бранск сельмаши 50% зерне- и кормоуборчанных комбайнов, которые працуют на российских палетках. Зараз гады покажа камаль удвоя меньше. А в тем, какое значение у Бранску надают сельскохосподаршей технице, можно мерковать по такому лозунгу, и это можно обожать практически на всех целях. Комбайны для России не меньше важны, чем ракеты. Зерне-уборчные комбайны – это перш-за-сёк, большая обеспечка Федерации. Сегодня Бранск сельмаш находится в процессе модернизации, размолвы перш-за-сёк, выпуск участки продукции на местовых площадках. Переход на российское комплектующее тумажится некакими причинами. По-перше, такая техника для российских акраров заявляется больше штанной, тому конкурентно-здольной. До того же, это позволяет больше оперативно выражать возникающие проблемы. Надо сказать ещё о том, что мы проводим испытания наших машинах в различных природно-климатических условиях. И от разные регионы мы стараемся адаптировать машину. Понятно, что условия уборки сегодня, они разные. То есть на юге это одни условия, то есть там в течение 10 дней практически убирают весь урожай. А в Сибири, на Дальнем Востоке сроки уборки затягиваются на месяц. Не глядя на то, что зараз у Бранску створена сучастная вытворчность зерни и корма уборочных комбайнов, сопротивление с гамильчанами не спиняется. Урещи, Гом Сельмаш – засновальник Бранска Сельмаша, який и зараз уже чем вызначает стратегию его развития. Все конструкторские технологические разработки, они производятся в научно-техническом центре комбайна строения завода Гом Сельмаш. Мы вносим свою лепту, но все-таки надо здесь сказать, отметить, что завод Гом Сельмаш здесь является локомотивом. И мы продолжаем сотрудничество именно в научно-технической сфере и в технологической. Зараз на Бранссельмаше працуют 320 человек, а мальполозы, яких приняты в минулом году. Причем это не просто занятость, а ли и эффективное выкористание местового опрационного потенциалу. И это еще один станучий выник в сопрационнице белорусских и российских машинобудовников. Количество рабочих мест создается больше. Все значит, в свою очередь, и политика губернатора, и наша политика. Мы в тех случаях, что от нас зависит, мы стараемся именно помогать предприятию. Олег Сентяров, Валерий Габанько, телерадио компания «Гомель» с Бранском. У православного календаря сегодня одно из головных христианских святов – вода, хреша, бобуга и ауленя. У гэты дзень верники вспоминают библейскую падзею, калли 30-ти годовый Иисус Христос принял хрешение у Раце и Ордан. Тому головный символ свята – минавита вода. Сегодня чинья и освящение пройшел во всех дзеючих храмах Гомельщины. Святками водохрешенских традиций стали и наши корреспонденты. Хрешение – той выпадок, калли зимовый день кормить увесь будучи год. Правда, в гэтым выпадку духовно. За святую водой у свято-петропавловский собор Гомеля пришли сотни верников. Лечится, что и она, володая гаючими властивостями, и может навод вылечивать хворобы. Я каждый год прихожу, сколько себя и помню, потому что это, понимаете, это святость. Я всегда ежегодно беру много воды. После святочного набоженства верники разом с уладыкой Стяфаном прошли традиционным хрестным ходом от стен собора до набережной раки Сож. Тут епископ Гомельский-Жлобинский провел чин освящения рачной воды и повеншовал верников с Великим Святым. Дорогие друзья, позвольте сегодня всех поздравить нас с праздником Крещения Господня. И в этот день, когда освящается естество водное, мы с вами освящаем свои телеса для принятия Духа Святаго. Я еще и еще раз всех приветствую и желаю всем окунуться в крещенских водах и не только быть телом чистым, но чистым и душой. Жить в радости, благополучии и в любви друг к другу. Храни всех Господь. На улице минус 7, что для калядных морозов слабовато, а лишь холодно для рачных купаний. Тем не меньше, что гольжи дающих окунуться тут за все дошмак. Как ощущения, как ощущения, как вы слышите? Впечатляюще, здорово, спасаемся, все спасаемся. Очищается душа и тело. На дежурство до места купания вышли выртовальники, медики и правоохолники. В некоторых местах усталевали палатки, где можно было бесплатно выпить гараж и чай. Правда, в этот день верники отдавали перевагу святой воде, которая хоть и холодная, а ли по вере приносит не только телесное, а ли и духовное здоровье. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня свое профессийное свято означают белорусские выртовальники. На Гомельщине головное врачистое мероприемство отбылося у Центры пропаганды и взаимодействия с громадской областного управления МНС. Подробности темы в наступном сюжете. В выртовальной службе нашей краины все лета спаунилась и 18 годов. За этот короткий термин янадо казала сдольность выращать любые надзвычайные задачи. За добросумленную працу лепшие выртовальники Гомельщины в святочный день отрымали подзяки Министерства по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь, Гомельского облвыконкама и нагрудные знаки. Усяго каля 20 узнагород. Спасибо всем моим коллегам за самоотверженную преданность службе. Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра, тепла и уюта в ваших домах. Любви и благополучия вашим семьям. С праздником! На сцене выступила рота гоноровой варты Гомельского филиала Университета громадянской обороны МНС и аматорские коллективы выртовальной службы. С веншиваниями пробыли керавники подразделения МНС и силовых ведомств, которые работают в взаимодействии с выртовальной службой. Безусловно, мы всегда готовы прийти друг к другу на помощь, оказать все необходимое содействие для того, чтобы наша совместная работа была результативной. Хочу поздравить действующих работников, ветеранов, подрастающее поколение с праздником Днем Спасателя. Одна из самых гуманных профессий. Пожелать крепкого здоровья, успехов профессиональных, хорошего настроения, счастья всеми. За минулый год на пожарах у нашей области вырытовано 66 человек. До речи, супрацовники МНС приходят на допомогу не только у выпадку пожара, а и у любой иншей позаштатной ситуации. И Гомельское подразделение у этой справе – у лекулепших Украине. И оно одно из буйнейших гарнизонов Беларуси, как по количеству супрацовников, так и по техническому оснащению. Ганна Ковалева, Ганна Коральчук, Игорь Марыщенко. Телерадио компания «Гомель». Протягиваем выпуск «Органичное землеробство» и энергоэффективное водозабеспечение. Работа над этими глобальными и цикавыми темами принесла яше двум гомельским выкладчикам перемогу. Конкурс «Я был выконкома» по подтримце молодых в ученых. С лауретами, которые работают в Державном техническом университете «Мясо Хога», состоялся наш корреспондент Марина Северьянова. Особная премия за лепшую распроцовку и достигнение выника у сферы экономии бережливости присуджена Алексею Капанскому. Молодой ученый – асистент кафедры электрозабеспечения. Звучайно, он занятый выкладчицкой деятельностью, а для зараз – в период магистрских экзаменов. Тамовольного часу кругу больше, Алексей за готовностью делится выниками доследования. Кабьяны отримались грунтовными и досконалами, довелось провести навуково-практичную работу на трех водоканалах – у Гомеля, Жлобини и Витебску. Лазили в каждую скважину, подключали приборы, проводили инструментальные измерения фактических затрат энергии каждого насосного агрегата, определяли объем воды, который может насос поднять. И, применяя некоторый математический аппарат, разработали определенную систему критериев, которая позволила оценить резервы экономии электроэнергии при включении определенного насосного агрегата. То есть мы, по сути говоря, сформировали определенный перечень насосных агрегатов с самой высокой энергоэффективностью работы. Лилия Шукина, выкладчик экономичных дисциплин, в детстве марила стать наставницей математики, але потом вырешила займаться навукой и не шкодуя, а в своей праце рассказывая натхненно, что тыжится премии, то это свой особливый реванш. Год тому девчина так само удельничала в конкурсе, але перемахчи не отрымалася. Тому зараз рада удвоя. Доследование Лилии Шукиной присвечено экономичному обгрунтованию, перспективности органичного землеробства. Тыма обмерковывается во всем свете. Не засталась у Баку и Беларусь. У Минской области уже есть, но есть опытный участок по выросшиванию органичной продукции. Почали из рослиноводства. Рослиноводство является на первом этапе наиболее выгодной, потому что если рассматривать животноводческую отрасль, то необходимо значительные финансовые вложения, поскольку надо не только животных оберегать, но и необходимо будет все фермерские помещения подвергать реконструкции. Поскольку, ну, как бы, такой пример, что животные, выращенные по принципам органического сельского хозяйства, должны непосредственно гулять на улице. Им включают музыку. Нагадаю, переможцы отримают премию гомельского облаконкама. Амаль – 1400 рублей. Церемония ознагородживания, запланованная на конец студени и будет примиркованная до дня белорусской науки. Марина Северьянова, Игорь Марисченко, Телера, до компании «Гомель». Узровень захворювания на грипп и респираторной инфекции в Гомельской области зараз самый низкий в Украине. Эпидемичный уздым прогнозуется у конца студени, початку лютого. Дальше за последний день колькасть воротов за меддопомога незначно взросла. С початку года у региона зафиксовано 18 выпадков захворывания на грипп. Шесть – у областных центра. Однако специалисты уверены, что, благодаря проведенной вакцинации, надзвучайной ситуации не станет. Нагадаем, кампания по иммунизации завершилась от первого снежня. Пришепки селета зарабила больше за 40% насельництва региона. Мониторинг по заболеваемости областным центрам генопедемиологии и на территориях районными центрами, зональными проводится ежедневно. Ситуация контролируемая, спокойная. По контрольным городам город Гомель речится. Имунезаболеваемость ниже прогнозируемых. Поэтому пока волноваться не стоит, но меры профилактики все же стоит соблюдать. Сярод их, прием витаминов, выполнение правил гигиены после наведывания громадских мест и системное проветривание жилых и працованных помешканий. И об спорте у Гомеля сегодня открылась республиканская спартакеада детячо-юнацких спортивных школ по легкой атлетице, сярод юнаков и девчат 2000-2001 годов народжения. У легкоатлетичной манежи «Динамо» собралась 21 команда, по три лепшие с кожной в области города Минска. Усяго спрашиваться за звание худшейших, спрытнейших и мощнейших будут 280 удельников. Программа двухденного турнира, включая бег на дистанции от 60 до 5000 метров, усе виды скашку, штурханья ядра, эстафету и шматборги. Для юных спортсменов ГТС-поборництвы добрая махчимость заявить про себя, как выйти на старт больше высокого уровня. Вся страна представлена сегодня. Здесь в Гомеле это школы, где действительно куется наш резерв. Мы открываем сезон с надеждой на то, что эти ребята покажут свои текущие результаты на высоком уровне. В то же время мы тренерам напоминаем, чтобы они не форсировали подготовку. Эти ребята пока формируются, и мы желаем, чтобы естественным путем, без суперперегруженности, они дошли до Олимпийской вершины. Наша область представлена учреждением Гомельский областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике. Одна из самых сильных команд в республике. Детско-юношеской спортивной школы профсоюзов «Клен» и детско-юношеской спортивной школы города Житковича. Все звездочки будут принимать участие у нас в шесте, и барьеры смотрим. Будем болеть за наших. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова